16.03 мы приехали в аэропорт Лима после онлайн-регистрации на два рейса, первый из которых был Лима-Мадрид, второй рейс Мадрид-Киев. Лима-Мадрид должна была осуществить компания Air Europe. Регистрацию мы прошли, а складывающиеся ситуации, непростой ситуации в мире, мы знали немножко заранее, где-то с 14-го числа, после чего две из наших участниц, которые проживают в Дубае, быстро выкупили билеты, скажу честно, задорого их, билеты обошлись более 3000 евро, и они приняли решение, потому что других возможностей, когда Украина закрывала свои кордоны, когда поступила информация о том, что и Мадрид может закрыть свои границы 16-го числа, у них больше не было, и они приняли решение взять билеты за столько, за сколько они взяли. Мы занимались поиском билетов также, но, к сожалению, то, что нам выдавали сайты, на которых можно было заказать билеты, получались с 4-5 пересадками. Стоимость билетов дошла до 183 тысяч гривен на каждую из нас. Самые дешевые билеты мне предложила компания Киевина, на которой я заблаговременно заказывала наши билеты, с которыми я была на связи все время, до 16-го числа в течение нескольких дней. И это единственная компания, которая брала трубку, отвечала на звонки и давала рекомендации, каким образом нам поступать. Они нашли самые дешевые билеты. Но в этих билетах были 5 пересадок, благодаря которым, или вопреки которым, мы так и не могли бы попасть в Мадрид раньше 17-го числа, где кордоны Европы, даже любая страна, которая нам попадалась вообще как варианты перемещения, были уже закрыты. Дальше. Мы смотрели варианты передвижения вообще через разные страны. Через страны Южной Америки и так дальше. Но они все были стыковкой через Америку. В Соединенных Штатах Америки только у двоих из нас есть открытые визы. Что в дальнейшем, уже непосредственно с аэропорта, после того, как переместившись туда, мы увидели, что офис Аэро-Европы закрыт. Вот, мы связались через нашего проводника, который сопровождал нашу группу в Лиме на протяжении всего пути. Мы связались с одним из директоров Аэро-Европы. Он сказал, что офисы и будут продолжаться, быть закрытыми и на карантине, только лишь всего лишь потому, что им нечего сказать своим туристам. И, соответственно, поскольку у них нет информации, они на связь выходить не будут. Мы стояли под офисом, приехав в аэропорт, мы приняли решение приехать всей группой в аэропорт. Мы не нашли ни одного представителя Аэр-Европы, хотя мы были зарегистрированы. Вот, мы писали на сайт компании, мы связывались с компанией МАУ. Мы были зарегистрированы и компанией МАУ. И все рейсы, которые были высвечены на онлайн-табло, показывали, что наши рейсы состоятся. Я написала уже после того, как был отменен рейс, мы можем приложить наши скрины о том, что рейсы были, и потом они стали отменены. Приложить уже сюда непосредственно отдельным скриншотом, отдельным сообщением. Вот. Но компания МАУ сказала, что они будут рассматривать наши письма, обращения. То есть на связи они не выходят. Я просила своих представителей из Днепра связываться напрямую на украинские телефоны, потому что здесь мы находимся в роуминге. Вот. Но компания МАУ не отвечает. Мы написали в посольство, мы написали в консульство, мы написали письма в компанию Аэр-Европа, мы написали в МАУ. Мы написали в посольство Украины, Мадрида, Лимы. Мы связались с консулом непосредственно. Я лично общалась 16-го числа. И второй раз сегодня, через день, с консулом Украины, находящимся в Лиме. Его зовут Богдан. Он сказал следующие новости о том, что 1-е, 16-го числа он порекомендовал нам максимально быстро покинуть страну. Я ему объявила стоимость, сбросила скриншоты, рассказала о том, какие у нас есть варианты. Он сказал, что это не вариант, и поэтому нам нужно принять ситуацию, просто остаться здесь. Второй момент. Он предложил нам оставаться здесь за свои деньги, потому что я спросила о том, вообще, есть ли у нас шанс на то, чтобы, первое, возместить убытки, вернуться домой каким-то образом за те стоимости, которые мы уже оплатили в авиакомпании. Оставаться здесь, то есть, насколько мы можем быть здесь в безопасности и, соответственно, под покровительством нашего посольства. На что консул сказал, что никаких финансовых помощей и вариантов, распотрения вариантов о том, что украинское посольство будет покрывать наши расходы, шансов у нас на это нет, потому что это не вложено в финансирование вообще нашей страны. Поэтому ищите, пожалуйста, варианты за свои. Окей. Нашли мы варианты за свои, благодаря, опять же, нашему проводнику в том отеле, в котором мы проживали два дня времени. Нам пошли на уступки. Мы живем сейчас почти в центре Лимы. Мы живем сейчас в очень неплохом районе, где есть возможность, опять же, соблюдая все правила этой страны, находясь на карантине. Сегодня у нас веден комендантский час, очень строгий комендантский час, где, допустим, с 8 часов вечера до 5 утра мы не имеем права выкидать территорию отеля. И вообще то, как мы выходим за территорию отеля, это очень особенное наше передвижение. То есть мы не ходим в наши группы, мы передвигаемся только по два человека. Даже если мы покидаем отель в чуть большем количестве, мы распределяемся по одному и по два, потому что нам нужно закупать еду. Что еще хотела сказать? В этом отеле нам пошли на уступки. Нам сделали стоимость в два раза дешевле, чем она есть вообще реальная стоимость для проживания туристов. Это первое. Нам предложили оставить завтраки здесь. То есть они включили завтраки и нас питают завтраками настолько, насколько это возможно сейчас, потому что в отеле остался всего лишь один сотрудник, который работает здесь и на кухне на приготовлении завтрака, и мы его видим, он сидит на рецепции. Но всего лишь потому, что нету новых постояльцев, новых жителей здесь нет. Здесь находятся пары и жители, которые так же не улетели, как и мы. Ну и вот наша группа туристов. Отель у нас небольшой. Но вы поймите, мы женщины здесь, мы проживаем разные свои этапы, у каждой из нас есть семья. Нам очень хочется домой. Девушки, расскажите, пожалуйста, о нашей обстановке, как мы здесь живем. Живем хорошо, готовим, стараемся не паниковать, не расстраиваться. Ну, конечно, всем очень хочется домой. Ну и хотелось бы попросить наших земляков, возможно, какие-то благотворительные фонды, наша власть, наши депутаты, политики. Пожалуйста, обратите на нас внимание, в первую очередь не забудьте о нас. И как-то поспособствуйте максимально, возможно, нашему быстрому восгощению. Кстати, хочу сказать, что мне сегодня пришло в телеграмм сообщение о том, что нам предложили эвакуацию на частном самолете. И это стоит 300 тысяч долларов. У нас их нет. К сожалению. К сожалению. На самом деле весь мир переживает сложные времена. И мы как бы понимаем, что у всех сложно и тяжело. Но нам очень хочется домой. Все-таки в кругу близких, родных, и родная земля, она помогает. Мы не знаем, сколько мы здесь проводим. У нас нет уверенности, у нас нет четкого времени распределить свои возможности. Неделя это будет 2, месяц, кто говорит. Конечно, мы хотим как можно быстрее уехать домой. Но мы не знаем, сколько мы здесь будем жить. И там уже настолько вот это там, что мы просим о помощи. Потому что еще первые 5 дней мы все держались, мы все хорохолились, что все будет хорошо. Сейчас мы прекрасно понимаем, что наши возможности финансовые иссякают. И любая помощь нам необходима. Хочу попросить всех о помощи. Потому что на самом деле у всех семьи, дети, родные. И мы хотим в такое тяжелое время быть дома, рядом с ними. Хотя на самом деле мы здесь не понятны. И принимаем ситуацию, какая есть. Благодарю. Нет. Просит забрать нас домой. Конечно. Да.